Медлит ночи Голоса и шаги Засыпает наш дом без огней Мы с тобой ни друзья, ни враги Не тревожит нас звуками двор Только ветер прошел по кустам Мы забудем ночной разговор Мы расставили все по местам Свет в твоем огне Как он нужен мне Свет в твоем огне Как море кораблю Свет в твоем огне Солнце луч на сне Свет в твоем огне Как я тебя люблю Холода все сильней и сильней Теплых дней так недолг полет Замерзает наш дом без огней Мы с тобой ни огонь и ни лед Я на ощупь приду в темноте Где надежда запутала след Загораются окна не те А в твое не торопится свет Свет в твоем огне Как он нужен мне Свет в твоем огне Как море кораблю Свет в твоем огне Солнце луч на сне Свет в твоем огне Как я тебя люблю Свет в твоем огне Свет в твоем огне Как море кораблю Как море кораблю Свет в твоём огне, солнца, луч на сне Свет в твоём огне, как я тебя люблю Спасибо Блистательную Алсу, салям Барби Салям Кен Ну что ж, Алсу, ты уже не первый раз на нашем шоу, я знаю, ты знаешь все правила И ты, наверное, с огромным удовольствием присоединишься к нашей блистательной сотне и станешь сотым экспертом Так что я приглашаю тебя к Сергею Лазареву Я счастлива быть здесь снова, спасибо, Николай, спасибо, замечательная сотня Мы ждём тебя Я счастлива, спасибо Какая же ты красивая Невероятно просто Добрый вечер, друзья Шекспир писал, что музыка побеждает печаль А если бы он смотрел наш проект, то добавил бы, что песня побеждает вообще всё Особенно, когда её поют сразу сто голосов в эфире Самый масштабный вокальный проект страны Ну-ка, все вместе! Они не знают, что такое печаль, потому что в их мире всегда солнечно и поют замечательные люди Наши невероятные жюри, сотни музыкальных экспертов Это представители всех существующих жанров и направлений Певцы, авторы, композиторы, преподаватели, обладатели различных премий и легенды музыкального мира А руководит ими талантливый лидер Всегда лучезарный Сергей Лазарев Здравствуйте, уважаемые зрители! Привет, сотня! Хорошая музыка, на мой взгляд, может подчеркнуть любые эмоции В этом её прелесть В необычайно широком диапазоне чувств Которые, я уверен, мы сегодня сумеем все ощутить Удачи всем участникам и пусть победит сильнейший АПЛОДИСМЕНТЫ Наши правила не изменились Участники выступают по очереди Их задача поднять на ноги как можно больше экспертов Сколько человек встанут и подпоют, столько баллов наберет исполнитель Трое лучших займут места лидеров Но только двое попадут в полуфинал, где пройдет дополнительный отбор А уже в финале мы разыграем почетное звание победителя И главный денежный приз Пять миллионов рублей! Также от нашего информационного партнера радиостанции «Новая радио» Победитель получит сертификат на создание оригинального сингла И ротации его в эфире нового радио Где звучат только суперхиты и суперновинки Давайте переходить к делу Сейчас на этой сцене вспыхнут настоящие шекспировские страсти Мы начинаем самое грандиозное вокальное шоу страны Ну-ка, все вместе! Коля сказал про шекспировские страсти, мне кажется, у нас вообще в этом сезоне такие страсти Сейчас с черепом пацан выйдет Сейчас напророчит, напророчит нам Опять будем ругаться, спорить Но с шекспировскими страстями у нас проблем точно не будет У первого участника есть шанс поразить нас Мы еще пока непривередливые У нас нет наслушанности такой А потом начинаем сравнивать А потом начинаем сравнивать Хочешь не хочешь, а в голове начинается сравнение участников Всем привет, меня зовут Радмира Меня зовут Софья И мы сестры Мантулины Давай, может, чуть-чуть побыстрее Мантулины? Нет Ладно Мы родные сестры В нашей семье, на самом деле, мы первые, кто решили связать свою жизнь с музыкой Мы, на самом деле, долго себя искали Долго искали стилистику И, наверное, в этом году мы уже точно определились, что это поп-музыка Но с оттенками чуть-чуть поп-рока, чуть-чуть фанка Как бы мы смешиваем разную стилистику в нашей музыке Мы смешные, потому что мы сестры все-таки И мы не стараемся показаться смешными Это как бы вот так идет априори по жизни Да Да, и мы, наверное, Софа с тобой Чуть-чуть стервочки Можно? Но с другой стороны, добрый И еще, конечно, мы много работаем над собой Действительно, мы много времени посвящаем музыке Когда мы выходим на сцену Обычно мы стараемся дать очень женственную, но при этом сильную энергию зрителю Пусть скажут, что сестра у меня интеллект Ну, как? Ну, что я еще и симпатична? У нас поровну То есть мы обе красивые Ну, как-то дополняем друг друга, да, да Мы абсолютно разные Кто-то говорит, что мы вообще близняшки Хотя у нас разница в возрасте 3,5 года Вы, кстати, гадайте, кто из нас старше, кто младше Да, но интеллект мы не проявляем особо на сцене Мы проявляем только в текстах песен Но тут уже мы пишем вместе То есть это синтез Софа очень упрямая Она такая, как бы вот Сказала и все То есть ее не переубедить Но Нет, но бывают моменты, как бы Ну, либо мы супер разругаемся И потом нормально начнем, как бы, по новой Либо приходится просто Стоп, стоп, все, разошлись И вернулись Ну, давай говорим обо мне хорошие слова Несмотря на то, что Радмира такая милая блондинка Кажется со стороны Ну, и кажется, что я более жесткая По факту Она может очень сильно доминирующе Что-то сказать Грубо В общем, не всегда Блондинистые, милые волосы Говорят о том, что человек мягкий, пушистый В общем, жесткая Радмира Шикарно, что поговорили Конечно, хороших сторон всегда больше Мы семья все-таки в первую очередь Короче, мы друг друга дополняем Как бы это ни было Вот все, что можно сказать О, дуэт, девчонки Вау Всем здравствуйте Мы сестры Мантулины И ближайшие три минуты Мы будем делать то, без чего Не видим своей жизни Они как-то пили кавер на мою песню Я делала конкурс Здорово поют, девчонки И красивенькие Во-первых, красивые Во-вторых, сразу видно, что опытные Вообще, не доля волнения Да По крайней мере, одной из них точно не вижу Когда зима устанет Где-то на полпути Когда растают реки Будут идти дожди Эти дожди пройдут И снова придет зима Я не дождусь ее Мне не нужна она Аккуратнее Самолет Легко меня уносит Через год Я не вернусь сюда Но кто тебя опять Об этом просит Прикольно как Да Когда мы расстаем Все навсегда Смотри, какое небо Небо меняет свет Заставь меня вернуться Пообещай мне снег Темные облака Скоро начнется дождь Не говори пока Ты меня не найдешь Аккуратнее Шамолет И кто меня уносит Через год Я не вернусь сюда Но кто тебя опять Об этом просит Когда мы расстаемся Навсегда Очень круто Очень круто Все навсегда Спасибо Девчонки Привет, какие вы красивые Стильные Это я Это я, ваш голос в голове Давайте посмотрим Сколько баллов набрались Сестры Мантулины Сестры Мантулины Набирают 85 голосов А я стою С финалисткой Суперсезона Сарпи Абкарян Давайте поаплодируем Друзья Девчонки Вы мне очень нравитесь Вы очень стильные Классные Первыми Начинать всегда Безумно страшно Я начинала В третьем сезоне Первый Открывать огромный финал Из 17 человек Это было безумно страшно Вы очень красивые У вас все слаженно звучало Вы молодцы Уверена, что у вас Большое будущее Спасибо Очень приятно И чисто по-сестрински Конечно же Женщина должна поддерживать Другую женщину Спасибо Спасибо Ну я думаю Теперь нужен мужской взгляд Восхищение Максим Когда девушки выступали Я понял, что у меня Никогда не было С двумя девушками Трио Я про дуэта Вы про что? Ты просто молодой Ну, наверное И смотришь на мир В розовых очках Ты в курсе? Наверное Да, темные что ли Я сниму их Вы великолепно выступили Мне очень понравилось Во-первых Как вы выглядите И, конечно Голоса звучали великолепно Я уверен, что вы можете Нам еще столько всего показать сегодня Ну и в дальнейшем Я надеюсь, что Трио со мной Спасибо Договорились Наконец-то состоится Ну что ж У нас на стене Есть молодые Дерзкие Яркие эксперты Яна Какая ты роскошная Боже Какая шляпа шикарна Какая юбка Я только в конце встала Да, я заметил Ты сидела долго-долго-долго-долго Да, да, да Я думала Потом я увидел, что ты посмотрела Увидела, что стою я И подумала Господи, сейчас опять в красном квадрате Останусь Басков подойдет Да, немножечко да На самом деле я хотела сказать Что я больше не буду себе врать Несколько раз я вставала На протяжении этих выпусков Потому что я боялась Что вы наброситесь на меня Потому что я якобы новенькая И так далее Но теперь я не новенькая И мои мои права Не путай, боялась и хотела Я сказала себе Что теперь я буду полностью честна Поэтому сейчас я честно скажу Что мне не очень нравится Ваша авторская музыка Но мне очень понравилось Как вы исполните кавера Я настолько сильно изменила Своё мнение И поняла, что вам просто Нужен хороший автор Что вы на самом деле классные И мне нравится, что у вас Личный бренд Что вы всегда в сером Вы такие целостные В общем, я в вас Наконец-то смогла влюбиться Потому что до этого У меня любви не было к вам Они реально добиваются А ты их знаешь, что ли? Да, я знаю Поэтому спасибо вам большое, девочки Что вы боретесь за музыку За свою карьеру И что вы показываете себя И развиваетесь Спасибо за честность Кого ты боялась, Яна, кстати Когда ты не вставала Мне интересно просто Кого ты боялась? Мы все такие добрые здесь Кого ты боишься? Кто там на тебя может накричать? Ты кого ты конкретно имела в виду? Ну просто мне интересно Так сейчас прозвучало Я боялась не вставать Вставала Просто мне интересно Кто же этот человек Кто может накричать? У нас все очень добрые Особенно к новичкам Правда? Не знаю, про кого говорить Имя, имя Сергей, судя по твоему пиджаку Ты пророс Раскидали о себе знать В твоей голове Да Сегодня будем тебя пожинать Линочка, привет Ты от сглаза все булавки надела Которые только возможно Все-таки знаешь, что такое стена Ты рядом будешь стоять Понятное дело Здравствуйте, девушки Здравствуйте Я просто хочу сказать Что в вашем выступлении Полностью отсутствовало впечатление Что это конкурс И это самое ценное Я как будто была на вашем концерте У меня были мурашки Обычно мурашки, знаете Когда какие-то мега высокие ноты Приемы У вас этого не было Но была душа Как-то там были высокие ноты Ну нет, ну знаете Это было не про спорт Это было очень про музыку Искренность, душу И свободу на сцене И это очаровывает Спасибо большое Спасибо Передайте микрофон Алине Яровой Хотим послушать Экспертов, которые не поднялись Хочу сказать, что у вас Совершенно обалденная аранжировка И то, как вы Интерпретировали эту песню Я бы, наверное, встала Если бы у меня Не было постоянного ощущения Того, что Это такая музыка для Фона Для лаунжа Типа Кафе Дель Мар Романтик коллекшн Вот для меня это не было песней Для концерта И уж тем более Не для конкурса Вы классные девчонки Но в этом конкурсе Вы меня не впечатлили Спасибо большое, Алина Роскошная Алсу Тебе слово Дорогие девочки Я вас помню Несколько лет назад Вы сделали Совершенно Замечательный Кавер на мою песню Не молчи Это был один из моих фаворитов Из всех Спасибо И в этот раз Меня очень порадовали И я, может быть, соглашусь По поводу того, что Не на сто процентов Конкурсное было выступление В том смысле, что вы Не раскрыли на сто процентов Ваши изумительные голоса Я имею ввиду диапазон Тембр Мы слышали Это было потрясающе Волшебно У меня мурашки были Мне нравится, что у вас есть свой стиль Что песня прозвучала Не как караоке А вот именно в вашей стильной Такой авторской интерпретации Спасибо вам огромное Так приятно Ну и Лидерсон, не Сергей Лазарев Я скажу честно, что Выступление было очень сильным Но достаточно холодным Я считаю, что вместе вы спели лучше Чем по отдельности По отдельности вы немножко потерялись Как только начинали друг друга поддерживать Петь вдвоем То сразу все вставало на свои места Но все равно по-прежнему считаю, что Да, для этой песни конкретно Может быть, подходит И в рамках этого выступления Конкретно я нажал на кнопку Такое ощущение, как будто вот отсюда Ничего не идет Все вот здесь заканчивается Очень классно, профессионально Стильно Но стильно слово доминирует Хочется, чтобы чуть-чуть больше В этом стиле было музыки В вас еще души И вот какого-то полета Спасибо Спасибо Сестры Мантулины получают 85 голосов И первым классом залетают тройку лидеров Поздравляю вас Эталон холодности в данной ситуации Идет от песни самой Песни холод, он немножко вот Нет, девочки спели очень Самолет Как ты споешь? Самолет Не споешь ее? Но девчонки спели так, как нужно Не, не клево Я встала Я все говорю, что я считаю, что вектор холодности Он как бы должен присутствовать У них нет слияния голосов У них нет дуэта Ни в голосах, ни во взаимодействии вообще Надеюсь, сегодня будет тот, кто поднимет всех Хотя бы один Будет сто пудов Да? И не один, думаю, будет Очень талантливый сейчас будет человек, сто процентов Меня зовут Дмитрий Мататов Мне 39 лет Я приехал к вам из Израиля Пою в жанре эстрадный вокал Подготовил красивые песни о любви Вообще, в моей жизни всегда какие-то препятствия Очень много раз я должен был попасть на разные проекты ТВ-шоу И уже как бы утвердили И я приехал в Москву И уже со мной говорили И все И тут что-то вдруг мне звонит редактор И говорит Дмитрий, вы у нас в следующем списке А в следующем списке это на следующий год Несмотря на то, что я уже выступал на различных международных фестивалях И в конкурсах И был лауреатом И не только в Израиле За его пределами И в Европе Но, к сожалению Выступить на телевидении Не удавалось ни разу И вот благодаря народному шоу Ну-ка все вместе Моя мечта Моя мечта Она сбывается Так О! Интересненько Здравствуйте Меня зовут Дмитрий Мататов Я прилетел из Израиля Я скажу кратко Не буду задерживать вашего времени В какой-то части сбылась мечта После того, что уже пройдено Но все равно Хочется всегда выразить себя Профессионалом Поэтому Сегодня особый день в моей жизни И Спасибо, наверное Господу и всем вам За то, что я сегодня здесь И хочу выразить себя В полной мере Для того, чтобы вы смогли меня услышать Мне понравилось Очень искренне О, да, честно Он не торопился никуда Я пел в дуэте с игреем Они очень талантливые А, да, да Если талант, то там У них свой вибратор вообще какой-то Какая география у нас такая Ого Мне кажется, он какой-то Такой профессионал Субтитры создавал DimaTorzok Как интересно Как интересно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще минута Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий, вы превратили нашу стену Просто в стену плачу практически Спасибо ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, Коль, правда, я боялась таких фраз произносить Да, да, да Но это правда было что-то невероятное Чистота вашего голоса, она какая-то необыкновенная Вы для меня однозначно победитель всех сезонов Спасибо всем Альберт Жалилов, заслуженный артист Татарстана Дмитрий, я поздравляю с отличным выступлением Когда начал петь на испанском Я подумал, ну в общем-то эта задача упрощается Все-таки иностранный язык в любом случае Мы все воспринимаем не как носители, да Хоть мы можем знать этот язык хорошо Все равно это больше как музыка для нас воспринимается Но потом ты задачу усложнил Начал петь на русском языке Вот здесь я решил, что я встану Особенно была одна нота, которая по-настоящему тронула Я понял, что здесь же очень важно Вот эту красную нить смысла в песне Пронести до самого конца Ты это сделал Спасибо тебе большое за выступление Прекрасной удачи Ну а теперь вы сейчас убедитесь Как эти 99 ангелов превращаются в демонов Потому что я хочу передать микрофон человеку, который не встал Лина Ли Пожалуйста, не нужно на меня кричать Не зря ты пришла в мулавку Я не знала, что я единственная не встану Я очень редко не встаю Дмитрий, у вас очень особенная специфическая манера Там много мелизмов И лично мне, только лично мне Она помешала услышать смысл песни Для меня было очень-очень много Меня немножко сломало, как вы разбили слово Любили на две части Люби и Ли Я увидела, что вы очень душевный Я увидела, что вы делаете это максимально честно Но вот почему-то именно эти факторы Маленькие у меня сломали картинку Спасибо за вашу точку зрения И мнение, мне это очень важно Я не рассчитывал на самом деле на сотню Сто это бывает только во сне У каждого свое мнение, это нормально Дело в том, что слово в данном случае русского языка Любили, оно не садится на одну ноту Любили на две ноты Поэтому, ну, в русском языке, к сожалению, так она исполняется Ну что ж, Алсу Безупречно все было Голос потрясающий, тембр, диапазон Но мне кажется, что вот с самого начала Вы немножко переиграли Вот, потому что первый куплет Хотелось какой-то вот Более Да, более сдержанного такого А вы сразу начали Демонстрировать нам ваш Классный, безупречный вокал И вот эта мелизматика, о которой Лина говорит Да, чуть-чуть ее было многовато На мой вкус, хотя я обожаю мелизмы Спасибо Сергей Лазарев Дмитрий А вот на мой вкус Было так стерильно Вот прям так все правильно, хорошо Очень профессионально Что, знаете, аж бесит Ну вот, это прекрасно для конкурса Для конкурса это супер Когда все так автоматизировано Что ты выходишь и выдаешь стабильный, высокий результат Вот 99, это ваш стабильный результат автомата Вот еще одного балла, наверное, не хватило Знаете из-за чего? Из-за того, что вот здесь и сейчас чего-то не произошло Понимаете, о чем я говорю? Вот какой-то вот настоящности Чтобы мы поверили, что это происходит здесь и сейчас Вы волнуетесь, не знаю, что вы живой А так, как будто голограмма вышла И классно включил кто-то плей И заиграла музыка Вот это ощущение, чуть-чуть нереальности было А справились вы потрясающе со своей задачей И у вас каждый звук был в правильное место На каком бы языке вы бы не пели Спасибо большое Главное не бронзоветь Вот знаете, чтобы все равно живость была И ощущение настоячности Спасибо Красивая песня, красивое исполнение Красивые 99 баллов У Дмитрия Мататова Вы наши сегодня Акуна Матата, я бы сказал, Дмитрий Приглашаю вас в тройку лидеров на первое место Ой, на душе хорошо что-то Я что-то в прострации пребываю Почему? Он действительно потрясающий певец И пусть даже он стерильный, но эта стерильность мне очень нравится Ну так это же прекрасно Это очень здорово И к тому же он мне не показался Это не стерильность Он мне не показался стерильный прямо Это стабильность Сегодня наши участники просто талантливые вокалисты Но уже завтра они могут стать суперзвездами Будущее зарождается здесь На самом грандиозном вокальном шоу страны Ну-ка все вместе мы продолжаем это юбилейный пятый сезон Мне кажется, что он просто товарищ сдержанный Такой сам по себе очень, ну, такой Он не вот... Ну, он очень умный, очень деликатный И за счет этого у него и звук такой И поведение такое Аккуратно Меня зовут Марина Житинева Приехала я к вам из далекого города Бреста Конечно, мне много лет Я не буду говорить сколько Но все свои годы я пою Поскольку я росла в деревне Жила в деревне, работы было много Нас в семье было трое И родители, конечно, были против моего поступления В музыкальное училище И втихаря, можно так сказать Я уже готовила себя для поступления В музыкальное училище по классу вокала Ну, в деревне у нас, знаете, как мы учили музыку Мы учили, приходили, открывали учебник И нам говорили Кто выучил слова песни Островского Я люблю тебя, жизнь Мы учили просто слова наизусть Никто там не пел раньше в деревнях в школе Потому что и учителя не было Трудовик мог вести у тебя пение Но родители, конечно же, были против Потому что это отнимало время Чтобы заниматься домашними делами Помогать родителям Рвать траву Ну, и если я уж скажу, что пасти коров Может быть, зрители не поверят Но это было так И моими первыми такими экзамены Я сдавала в лесу Для птичек и зайчиков, и белочек Вот там я уже давала волю своему голосу А потом уже начала петь Лето, ах, лето Это был 70-й год, 76-й Самый расцвет этой песни Наверное, моя внешность вам показывает Сколько мне лет и какие песни я должна петь Те, которые слышала рядом с собой Которые пела моя мама Потом я росла, пела то, что пели на эстраде Все Веа А сейчас я пою, потому что народ хочет Народ просит, вспоминает И очень любит Даже молодежь Песни 80-х, 90-х, 2000-х И вот сегодня в этой программе Я тоже буду петь хиты 80-х Ух ты Ну-ка, ну-ка Женщина Какая красотка Мы вас уже любим Вау Добрый вечер Сотня Добрый вечер Мне необыкновенно приятно быть сегодня здесь У вас Я к вам пришла из прошлой жизни Как вы заметили Но я не скажу, сколько мне лет Я просто приехала Из белорусского Бреста Поздравить вас с юбилеем Мой родной город Вот эти аплодисменты вам, конечно же Громче, пожалуйста Для меня огромная честь Молодые только начинают А я все время продолжаю Поэтому я приехала И не могла не приехать Поздравить вас С простой Замечательной песней Которая стала Почти народной А зовут меня Марина Житинева И я хочу, чтобы вы пели Вместе со мной Поздравьте себе праздник У меня такое ощущение, что я в ЗАГСе Нет, ну выглядит шикарно Да, да, да Платье потрясное Узнали? Давайте им споемся После ветреной зимы После вьюги Я взяла тебя взаймы У подруги У подруги Я тебя одолжила И головушку твою Закружила Обещала, что верну непременно Но по мне произошла перемена Одолжила, где моё взрыло Твою голову скружила И вернуть тебя божила Но со мной беда случилась Но со мной беда случилась Я сама влюбилась Я сама в тебя влюбилась Я влюбилась И забыла Что от тебя я Одолжила И что, у нас сколько людей Поющих по стране Я взяла тебя взаймы На неделю А сильнее Это не уровень Профессионального исполнения Раньше помню Я долги Возвращала А с тобой забыла, что Обещала А с тобой забыла я Всё на свете Как вернуть тебе себя Кто ответит Одолжила, одолжила Твою голову скружила Надо на первую долю И вернуть тебя божила Но со мной беда случилась Но со мной беда случилась Я сама в тебя влюбилась Я влюбилась И забыла Что тебя я Одолжила Я преклоняюсь Перед вами всеми Я Просто Спасибо огромное Спасибо, что я могу Сегодня вас Видеть И в этот праздник Быть Вместе с вами Это так здорово Вам спасибо Что такое народное Шоу Ну-ка все вместе И вы спели со мной Браво, браво Давайте посмотрим Сколько баллов набрала Марина Житинева 58 голосов Это прекрасно Это прекрасно Какая вы роскошная Какое у вас платье Боже мой Какой у вас молодой голос Ну просто Не передать словами А мне кажется Надо было срочно Уже вызывать МЧС Потому что Марина в течение песни Показывала на каждого парня Мужчина И говорила Я сама в тебя Влюбилась Я имела ввиду Жанна Милимерова Я его обожаю Действительно Ну а после этого Баскова Никакой не распознал Ох как Бейте его Бейте Наши Выдающиеся Мария Дорохина И Алексей Дорохин Прекрасная Семья Мария Только не понимаю Почему у твоего мужа Орденов больше А у тебя меньше Ты больше на кухне? Ну во-первых У нас несколько лет Разницы В возрасте То есть я еще могу догнать А во-вторых Ну как-то Я все-таки русская женщина Должна быть меньше Понимаете Мужчины своего Хотя я говорю Я полковник Она мне генерал-полковник Она генерал-полковник? Ну это так На кухне На кухне Да А вообще я хочу сказать Вы очень чудесная Светлая И сразу чувствую Что вы профессионал сцены Вы прекрасно говорите Вы обладаете Какой-то замечательной Такой теплой энергетикой Поэтому я вам очень благодарна За это такое светлое Хорошее выступление И успехов вам Пусть у вас будет много гастролей Родной Белоруссии От нас большой привет Дай Бог вам здоровья Я всех благодарю Такого же красивого голоса Такого же благодарного зрителя Мы ваши Мы ваши Спасибо всем Спасибо всем Сейчас я дам Артему Цепанову Микрофон Он подскочил Самый первый Всем добрый вечер Друзья У нас пятый Юбилейный сезон И спасибо организаторам Что к нам на юбилей Пришла вот такая Прекрасная артистка Вам бурные аплодисменты Конечно же достаются Спасибо Я не понимаю Почему на юбилей Приходят такие Грустные эксперты Почему вы сидите Одна сидит В шапке перегрелась Мне кажется Другая сидит С подсолнухами завяли Посмотрите на артистку Не побоюсь этого слова Артистка С пяток До макушки Великолепная Красивая Приходите к нам И на десятый Юбилейный сезон Мы вас будем ждать Спасибо Спасибо С юбилеем Нас всех Ты можешь мне сказать Что за препараты Ты употребляешь У меня праздник Праздник У тебя праздник Пятый год Никак не можешь остановиться Да А сейчас я Прошу передать микрофон Человеку Которому Всю эту песню пели А он Бессовестно Сидит Сидит Жан Мелимеров Ну давай Выкручивайся Честно Я скажу как есть Конечно В этот момент Когда вы пели Действительно Мы радовались Душа прям Светлая была Все прям здесь Я так выражусь Кайфовали На самом деле Это было так И я честно признаюсь Я просто не успел Встать Вот правда Честно говоря Это не отмазка Это не отмазка Это отмазка Слабенькая отмазка Жан Я серьезно говорю Ребят Мост отключила Даже ребята справа У меня говорят А что ты не встал Я сказал Просто не успел Это правда Такого опытного эксперта Такая дешевая отмазка Сейчас Вот Марин Как можно верить И влюбляться в этих мужиков Да Вот посмотрите Да Поэтому мы не изменяем Более старшему поколению Вот Глызин Алексей Вот это нормальный эксперт А вы Конечно Все Жан Ты пару слов Это наш Ты списан Жан Прошлый век Это ретро хиты Леш После того как Мелимеров не встал Марина положила глаз на тебя Нет На Мелимеров молодой еще Добрый вечер друзья Давайте быть объективными Здесь не зал Московской консерватории Здесь народный конкурс А здесь Вышла Женщина Потрясающая Которая Пела от души Это делала честно Абсолютно честно Спасибо вам огромное Что вы Искренне это донесли До народа Слава Богу Леш У тебя в Бресте Много любовниц? Задумался Считает Считает Спасибо Я думаю будут Вот видите А вы говорите Вот знаете для меня Вообще что потрясающее Марин Что рокер В душе и в сердце Арсений Бородин Встал Показал сегодня Все свои Красивые наколки Господи Спорил с Лазаревым Добрый вечер Отбивал вас практически Добрый вечер Я действительно Вы знаете Сегодня Действовал Просто следуя Определенным Так сказать Вводным Которое уже есть В юбилейном состязании Ну-ка все вместе Это действительно Вокальное Народное шоу Я считаю что вы Ярчайший представитель Вот этого направления Поэтому Дело Дело не во вкусе И в том что мне нравится Или что мне не нравится Я прежде всего Профессиональный вокалист И не могу сидеть Когда Ой а мы не все Не профессиональные И вы тоже Конечно без сомнения За ваш шарм За вашу харизму Спасибо большое Ну Сергей Лазарев Марина Честно Я же самый главный Душнила Имразота С этой сотни Не смотря на то что Меня колесы Лучезарны Но Я так Говорю Я пытаюсь просто Изменить твой имидж Очень часто Потом получаю по шапке За то что я говорю Что думаю Но тем не менее На мой взгляд Все таки Это было что угодно Но не конкурс Это было застолье Это был корпоратив Большой какой-то компанией Где вы безусловно звезда Вы Абсолютно точно Оставляете ощущение Какой-то доброты Теплоты И вот что касается Души Души здесь очень много Вот как раз вокала Мне здесь не хватило И опять же Я не хочу ни в коем случае Вас обидеть И я хочу вас поблагодарить За то что вы нашли смелость И вы приехали С такими добрыми намерениями Но я все таки хочу Чтобы никто не забывал Что это конкурс Вокальный конкурс С определенными Уже сложившимися Тоже устоями Уровнем В том числе Вокалистов Поэтому я не встал Но получил безумное удовольствие Глядя на вас Спасибо Сергей С юбилеем Мариночка Вы знаете Я был в Бресте На гастроле к Беларуси И там у вас есть Птицефабрика Вот когда Лазарев Приедет в Брест На гастроле Вы побольше там яиц Запаститесь Придите со всеми Своими подругами И фанатами И закидайте его За все слова Которые он вам сказал Вы блистательны Во всех смыслах Марина Житинева Одолжила у сотни 58 голосов И теперь она в числе Лидеров сегодняшнего отбора Занимайте третье место В тройке лидеров Проходите Как сделать так Чтобы сказать правду И не обидеть Понимаешь Для них это целый Шаг Подвиг Фактически Понимаешь Наверное у меня есть какие-то Как у лидера сотни Все равно важные Я должен говорить Такие слова Важные Для того чтобы Все в точку сказал На самом деле Все-таки отчленять Эмоции Сергей Ты абсолютно справедлив Ты каждую свою речь Когда начинаешь программу Заканчиваешь фразой И пусть победит Сильнейший Поэтому мы должны Еще ориентироваться В том числе И на профессионализм Вокальный Она больше народница Чем эстрадница Да Сто процентов Она бы спела Зыкину допустим Круче Гораздо Ну просто здесь Она побоялась Это сделать Потому что не приняли бы Допустим Как-то вообще бы Она мне мою соседку Теть Валю даже напомнила Понимаешь Родной А здесь она не дожала Не дожала драматургии Да ну Не хватит Не дожала Сидишь как Я не знаю Не дожала она меня Тройка лидеров Сформирована Теперь чтобы попасть в нее Следующий участник Должен набрать Не менее 59 голосов Справится ли он с задачей Минимум Или наберет столько баллов Чтобы занять сразу же Первую строчку Скоро узнаем Ведь он уже выходит На нашу сцену Вот сейчас Я все жажду Выйдет ли в передаче Молодой человек Который споет Русскую песню Классическую Народную ли Или рок Или шансон Должен прийти артист Который в любом Жанре Который это обозвал Обозвал Нас Просто сейчас возьмет Давайте уже Удивите нас кто-нибудь Порвите нас Порвите Всем привет Меня зовут Фарух Асанов Мне 25 Я из города Душамбе Республика Таджикистан Начнем с того Что я по образованию Дипломат Лингвист Я работаю И работал Переводчиком В компании И к пению Я пришел Чисто случайно После того Как я начал Музыкой заниматься Я ощущал Что я больше не работаю И я наслаждаюсь этим Поэтому я решил Стать певцом Заниматься Профессиональной музыкой Я работаю И параллельно Пишу свои Авторские песни Выпускаю клипы Вот Я всегда Добавляю Что-то новое Что-то Необычное Чтобы вызывало Какие-то ощущения Эмоции у других Чтобы обсуждали Что он делает Вот в таком порядке Но я подчеркиваю Некоторые Качества Мои Качества Я никогда Не умею сдаваться Ни при каких Обстоятельствах Я всегда Стараюсь быть в топе Стараюсь всегда Делать что-то новое Быть не похожим На других Сделать что-то Уникальное Своё Это мой второй Визит в Москву И на этот раз Меня приняли Из-за итальянца Да Мне сказали Что ты не похож На таджиков Но мне больше И больше нравится Москва Не знаю почему Случайным образом Узнал Что Стартует Пятый сезон Проекта Ну-ка Все вместе Решил Всё-таки Попробовать Не упустить Этот шанс Великий Вот Заполнил анкету По красоте И получилось Меня поддерживают Мой народ Весь Таджикистан И Моя семья Я вас очень сильно люблю Спасибо что верите В меня любите Я вас не подведу Ого Здравствуйте Дамы и господа Уважаемая сотня Меня зовут Фарух Асанов Я из Душамбе Республика Таджикистана Как пройдем Эркуин По всему земля Я пришел сегодня За мечтой Приглашаю вас В свой мир Начнем Слушай Это Таджикистан У нас это не было По-моему ни разу Из Таджикистана Смотри Смотри Он отбивает камертон Отбивает Он сердце настраивает В определенном ритме Он сердце настраивает Он успокаивает сердце Мы сейчас посмотрим Он уже в поток вошел Сейчас мы Главное Чтобы он вошел В поток смысла Того О чем он поет Смотри Продолжение следует... 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 прекрасным, великолепным результатом. Спасибо вам огромное. Этерия, я видел, как ты сидела с открытым ртом. Да, что тебя поразило в этом артисте? Меня поразило все, начиная от улыбки. Это звезда просто. Потом меня поразили... У тебя же голубые глаза. Зеленые. Зеленые. Вы когда-нибудь видели таджиков с зелеными глазами? Очень необычная внешность. У меня тоже зеленые глаза, но когда я одеваю синий пиджак, они у меня голубые. Это у нас такая фишка. Фишка. Я уверена, что твой чудесный земляк, Табрис Шахиди, который мой большой друг, сидит сейчас у экрана телевизора и гордится тобой. Очень необычное звучание, очень необычная субитопьяна, которая возникла в припеве. И только тогда я узнала, что это песня Билли Айлиш. Это дуэт. Это дуэт, разве, да? Но тем не менее, я благодаря тебе... Работайте над собой. Я продолжу работать над собой, чтобы звучать так же прекрасно, как наш Фарух. Спасибо вам огромное. Фарух, если вам понадобится впереди в вашей карьере какой-то супер-хит, то у нас на стене очень много хитмейкеров. И вот один из них это Олег Влади. Он же музыкальная энциклопедия. Он сейчас все расскажет про эту песню. Он скажет, что он был в Саранске на этом концерте и плакал вместе со всеми зрителями. Добрый вечер. Я рад, что в этом сезоне нашим юбилейным вдруг открылся азиатский портал. И такое количество потрясающих вокалистов, потрясающих участников мы наблюдаем. И этот сложнейший переход наверх. И еще ваш восточный колорит, добавленный в этих украшениях. В общем, потрясающее, потрясающее выступление. Давайте поблагодарим президента Таджикистана за таких талантливых участников. Ну, а теперь, Фарух, готовьтесь. Если лидер сотни стоит, это не значит, что он приятный человек. Фарух, мне кажется, что как раз плюс в том, что вы дуэтную песню смогли так исполнить, чтобы ни в какой из частей вы не провалились по голосу, по тембру, вы показали все краски своего голоса. Все, что вы делали на верхах, было очень мощно, очень, ну, как мощно, не в плане голоса, а в плане эмоций, подачи. Там было столько воздуха, там было столько нерва. И мне лично все понравилось в вашем выступлении. Мне очень обидно, что это не 99. Может быть, это не 100. Наверное, это не 100 все-таки сегодняшнего выступления. Но 99 я бы вам точно поставил. Фарух Асанов набирает 94 балла и проходит в тройку лидеров на второе место. А мы прощаемся, к сожалению, с Мариной Житиневой и дарим ей этот талисман нашего Мишку. Пускай он напоминает вам о нас и наши сердца всегда на всех ваших концертах и согревает осенним вечером. Браво, Мариночка, спасибо. Ну что, Фарух, проходите. Вас ждет второе место в тройке лидеров. Девочки, пересаживайтесь. Просто хотел с тобой поговорить. Ты сомневалась или ты слушала в нем? Вот в этом мальчике сомневалась. Сомневалась? Почему? А знаешь, мне не хватило, во-первых, движения вперед. У него не было пульсации, поэтому он все назад оттягивал. Просто вот если сравнивать первое-второе место, у первого такой автоматизированный робот, он такой, знаешь, прям... Он не робот, это его кровь. Да. А для нас еще, понимаешь, эта мелизматика, которая была, она естественная, а некоторые повскакивают, типа, ой, как он делает. Ничего он не делает. Это как бы такая... Да, это все в крови. А вот у Фаруха, мне понравилось то, что он здесь и сейчас создает вот это. Ты понимаешь, он борется, он какой-то настоящий. Опять, интересно послушать, что он еще может. Понимаешь? Потому что, ну, черт его знает, не знаю. Нет, 94 для него нормально. Нормально. Прямо хорошо. Нормально, абсолютно. Наши участники поют песни на разные темы. Любовь, разлука, Родина. Но нет такой темы, которая гарантирует максимальный результат. Это зависит только от таланта вокалиста. В эфире пятый сезон. Ну-ка, все вместе мы продолжаем. Дайте шума! Вот где этот человек, который выйдет и сделает так, что споет и хорошую песню, со стихами, с музыкой, с мелодией, с душой? Меня зовут Араксия Агаджанян. Мне 32 года, и я приехала из города Екатеринбург. Меня назвали в честь моей бабушки, которой уже не было на свете, когда я родилась. Я очень люблю свое имя, и мне кажется, родители уже заранее позаботились о том, чтобы я не придумывала никаких псевдонимов, и у меня уже было имя сценическое. Но на самом деле, я в детстве не подавала надежу как артисткой, и музыкой заниматься достаточно поздно начала, не как многие дети, там, с 5-6 лет. Я смотрела на свою младшую сестру, кстати, она у меня с детства поет, и мне тоже всегда хотелось. Вот все-таки и вылезла на сцену. У меня есть три высших образования. Я дизайнер ювелирных изделий, специалист по природообустройству и водопользованию. И только потом я все-таки захотела выучиться, стать профессионалом в области музыки, и пошла учиться на эстрадно-джазовый вокал. Я постоянно, кстати, шучу, что у меня есть альтер-эго, который выходит на сцену, и это другой человек, это другая арахсия, потому что в жизни я совершенно другой человек. Бывают какие-то произведения, если, допустим, рок, я очень люблю рок петь, и драйвовые произведения, то там просто летят искры, летит огонь. А если это какие-то более лирические произведения, я примеряю, может быть, или вхожу в образ такой дивы, либо лиричной героини. И я мечтала попасть на конкурс «Ну-ка все вместе» еще с самого первого выпуска. К сожалению, тогда не удалось, но сейчас я здесь. Ох, е-мое! Вот тут, о, пацаны! Парни, парни, здесь дели. О, боже! Ты посмотри! Все, там уже пошел на пиле. Это, это заявка. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Арактия, и я приехала к вам из города Екатеринбург. Вау! Ты тоже из Екатеринбурга? Илья, черно-белый. Для меня большая радость сегодня петь для вас. Исполнив следующую песню, я хочу поделиться с вами частичкой своей души и переживаниями. Как будто греческое имя. Какой интересный костюм, какое интересное платье. Так, ну что, Уитни? Давай, девочка. Ага, ну, вообще-то, уитни, Марая, кто? Какая-то, наверное, вокалистка должна быть. Шахматная королева должна набрать 100 баллов. Главное, чтобы не волновалась. Может, романс какой-нибудь. Я уйду от тебя. Я скажу напоследок Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду без упреков и слез, молчалива одна. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Ты меня позовешь ни единого звука в ответ. И все уснули. Вот как-то в письме можно выбрать на конкурс. Ну, спокойно ночи, малыши. Ну, как? И глаза ты закроешь и станешь молить в тишине, чтобы я возвратилась, вернулась хотя бы во сне. И не видя дороги ты кинешься в горестный путь. Вслед за мной без надежды меня отыскать и вернуть. Я не понимаю. Зацветут маргаритки, раскроются белые жасми. Ароматом хмельным и густым переполнятся сны. Только коречь разлуки отравит напиток весны. Остановишься ты на пороге апрельского дня. Ни покой, ни боли, ни радости нет без меня. Я исчезла, растаяла ночью, как след на песке. А тебе завещала всегда оставайся в тоске. В одиночестве пицца дрожа, как ночная крова. Вот заклядье мое, вот заклядье мое, вот заклядье мое. Да не сбудутся эти слова. Да, проблема была только в репертуаре. Ну, вернее, в выборе песни. Боже мой, какая вы красивая! Алсу, вы не родственники? Нет. Ну, просто, похоже, безумно. Да, красивая девочка. Да, две сестры просто, не передать словами. Давайте посмотрим, сколько баллов набирает Араксия. Ну, нет. Вот, Анжелика прямо сейчас сказала, ну, нет, ну, это действительно, это было феноменально. После такого монолога, песни Ирины Отевой, в конце нота, нота, за которую можно отдать все, пропев такое произведение, ну, просто меня выносит сейчас из-за этого. Никого просто не слушайте. Это было потрясающе. Потрясающе. Большое спасибо. Араксия, дорогая, пока первый ряд ругается, я хочу признаться вам в любви. Во-первых, это величайшая баллада заклятия величайшего Мартынова, если кто не в курсе. Да, Мартынов. И Пелотиева. И Пелоринотьева. Это было феноменальное исполнение. И что для меня еще более трогательно, сегодня у меня самый яркий грим, и я плачу. Вообще, это мой диплом. Кстати, я тоже пела эту песню на экзамене. И вообще спеть эту композицию, пережить ее и дойти до кода этой композиции, это что-то невероятное. Это из области фантастики. Это было исполнено потрясающе. Спасибо, Анжелика. Спасибо большое. А я иду дальше, и она чувствует, как приближается мое тело. Она чувствует, как мой микрофон набирает и вес, потому что у всех много вопросов. Что случилось? Где баллы? Знаете, что мне не хватило? Вы все время меняли позицию, вы пели то так, то так, да, и мне вот не хватило жирности этого звука. Мне не хватило, когда вы пошли на форты, до вот этого отчаяния. Вы все время как бы чуть-чуть старались придержать, держать себя до конечной вот этой ноты. Я понимаю, что произведение действительно наисложнейшее. И мне очень хотелось вас поддержать. Я все думала, ну сейчас, ну сейчас. Вот сейчас так пробьет, что прям невозможно будет не стать. Так в финале что не пробило? Нет, не пробило, к сожалению. А меня пробило. Я не вижу здесь 82 балла. Здесь можно объяснить. Во-первых, абсолютно несоответствие материала и вокала. Ну то есть половина песни, мы вот только, ну зачем вы нам усложняете вот так задачу, что мы должны вас расслышать в таком... Ну это совершенно не про конкурс. То есть как это оценивать? Ну то есть крайне тяжело. Это усложнение задачи себе. Мне, честно, мне было мало вашего тембра. Единственное, чем вы меня подняли, да, это финальная нота. Ну я думаю, ну да, ладно, что уж, я совсем уж придираюсь. Я поддержал вокалистку, которая имеет шанс бороться дальше. Но это не лучшее ваше выступление и не то, на что вы способны. Вы способны гораздо на большее. Поэтому для меня 82, это, ну окей, вполне адекватная оценка именно конкретно этому выступлению. Не вас. Спасибо. А вы можете и на 99, и на 100. Ну что ж, Алсу? Много споров, но то, что вы превосходная вокалистка, в этом абсолютно нет никаких сомнений. Спасибо. Это вам спасибо большое. Вас прекрасно все. Вот я уверен, Торники сейчас подтвердит это. У него мышцы стали дрыгаться, я стою рядом с ним. Знаете, конкурс — это как корпоратив. На корпоративе не обязательно всегда петь то, что ты любишь. Иногда нужно подыграть гостям, чтобы дальше была работа. Тут то же самое. Но я вам поверил, как будто вы это пели своему бывшему молодому человеку, что ты меня не вернешь. Что значит бывший? Ну а как ты меня не вернешь? Песня там. Это намек? Бывшему молодому человеку. Ну она, я просто скажу честно, я с удовольствием вас поддержал. Вы невероятно красивы, у вас красивая группа поддержки, вы все красивые. Но, к сожалению, у нас не конкурс красоты, а конкурс. В общем, ну-ка все вместе. Огромное вам спасибо, удачи. Я надеюсь, что доброе сердце нашего головы сыграет, и, возможно, мы вас еще услышим и увидим. Аракси, на самом деле, ваш голос внутри, это целый ящик Пандоры. Вам просто надо разобраться, каким голосом вы хотите петь. Это так же, как я долго думал, каким же мне голосом петь, что мне делать. Но я потом понял, что я должен подстраиваться не только под себя, но и под людей. И понял свой репертуар. На самом деле, я, представляете, я посчитал, я спел за 23 года, ребята, 485 песен. Не то, что спел, записал. Я обалдел. Как даже жить? Странно, я знаю только одну. Ну, скажи хорошая шутка. У меня офигенная песня, забывай. Ну, скажи, хорошо сейчас было. Нашелся. Вам вообще не надо никого перепевать. Вам надо найти свой репертуар, в котором вы, как художница, скажете своим голосом все. Вот и все. К сожалению, Мараксия Гаджанян набирает 82 голоса и не проходит в полуфинал. Представляешь, прозвучала такая песня, такая история. То есть сейчас я ее в голове анализирую. Саму идею, которая в тексте этой песни есть. И как ею можно было не зацепить людей. Я сейчас себя немножко даже ругаю, что я встала, потому что все-таки претензий у меня к ней больше, чем похвалы. Ну, хороший такой, прямо, ты знаешь, выпуск такой, как бальзам на душу. Вот пока все так вот хорошо. А хочется, что... Да, точно. Да, уже привыкли, да, чтобы у нас тут такая отрядка была. Ну, да, да, да. Меня зовут Евгений Курчич, мне 32 года, и я приехал из Беларуси. На сцену меня привела моя мама. Путь был нелегким, потому что никто не верил в то, что я смогу пробиться, стать артистом. Все говорили, это не денежная профессия, мужики должны работать где-то на стройке. Но меня жизнь повела по моему сердцу, по зову души, и привела меня в музыку. Я окончил колледж искусств, университет культуры в Минске и, собственно говоря, где сегодня я уже преподаю доцент кафедры эстрадной музыки. Сам являюсь музыкальным продюсером больших проектов в Беларуси, и, собственно говоря, это моя жизнь. Что касается жанра, стиля, наверное, близок это поп-рок, симфо-рок, потому что огромное количество концертов я отработал с президентским оркестром нашей страны, и мы отработали большую часть концертов именно рок-программ. Песня, которая сегодня прозвучит, это песня легендарная. Ее исполнял Анатолий Иванович и ансамбль «Сябры». Это песня поколений. Чем буду покорять, конечно же, глазами, сердцем и душой с любовью из Беларуси. О, смотри. О, что-то на тебя похож, да, Вин? Рок пришел? Нет, мы что-то знаем. Здравствуйте, уважаемая сотня. Меня зовут Евгений Курчич, и я приехал к вам из братской Беларуси. Я хочу исполнить легендарную песню поколений от чистого сердца и с любовью из Беларуси. Алис, Алис, про тебя шипеть будет? Живет в беларусском Полесье. Да, ты это слышишь? Да, ты это слышишь. Кудесница леса, Олеся, считает года по кукушке, встречает меня на опушке. Вопрос для кукушки встал. Боясь, что вернутся морозы, заплачут в апреле березы. Олеся к ветвям прикоснется, росою слеза обернется. Олеся, Олеся, Олеся. Олеся, 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 останься со мною, Олеся, Олеся, живет в белорусском полесье, Кудесница леса, Олеся, живет в ожидании счастья, А с ним нелегко повстречаться. Олеся, 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 так птицы кричат, Так птицы кричат под небесе. Олеся, Олеся, останься со мною. Олеся, Олеся, Олеся. 92 голоса. Ну, мы знаем, кому мы пели эту песню. Олеся! Она не могла не встать. Дни культуры Белоруссии в Москве уже начались. Основатель фестиваля «Солнце красное» Олеся Евстигнеева. АПЛОДИСМЕНТЫ Только за выбор репертуара, вот за выбор этой песни, которого была нажать эту кнопку три раза, честно. Не только потому, что меня зовут Олеся, потому что это прекрасная песня. И вы знаете, в моей судьбе так сложилось, что я знаю автора. Вдвойне приятно было, когда мы с ним завели разговор, он сказал, что эта песня была написана в год моего рождения. В 2002-м? Почти, да. В вашем исполнении было столько своеобразия. Вы знаете, столько вот, несмотря на полетность вашу, столько сил и мощи, вы меня покорили. Спасибо вам большое. Спасибо. Для меня это был сегодня подарок. Спасибо. Скажи, как зовут автора? Анатолий. Анатолий Поперечный, а знакома я с композитором, с Олегом Ивановым. Спасибо вам огромное. Олег Иванов, передаю вам привет. Блистательный композитор. Надо же, профессорская стоит как в столовую. Ну, потому что хорошо. В полном составе. Ну, говорите, говорите, Андрей. Это же ваша тесситура. Как нам нелегко альти нам, да, скажи, порой бывает. Но я тебе хочу сказать, что редко, когда человек, имеющий голос теноральт, технически правильно все это делает. И ты использовал все абсолютно возможности для того, чтобы спеть в своей именно природной тембральной окраске. Что мне очень понравилось, ты знаешь, сценическое спокойствие, в котором ты все это делал. Ты не кривлялся абсолютно. Ты пел настолько в себе, ты пел настолько внизу. Ты был настолько уверен и получал такое огромное удовольствие от этого материала, от этой песни. Для педагога, для любого наставника слушать такое качество пения, такое качество звука в твоей тесситуре. Это просто невероятные праздники. Я тебя поздравляю. Ты молодец. Спасибо. Спасибо огромное. Евгений, вы знаете, если бы мы на стене побрили одного человека, это был бы ваш брат. Но он просто талантливый композитор. И он сидит сейчас. Олег Влади. Алсул, ударь его микрофоном и дай ему сказать. А вот Андрей сейчас сказал, что почувствовал, как вам нравится эта песня, и вы в нее многое вкладываете. Это правда так и есть, да? Эта песня для меня имеет важное значение, потому что ее любит моя мама. А мама для меня важный человек, потому что именно она меня привела на сцену. Именно она мне дала вот этот творческий пинок. Давайте всем мамам поаплодируем. Всем нашим любимым, невероятным мамам. Дай Бог им долгих лет жизни, у кого живы. У кого нет, мы знаем, что они наши ангелы-хранители. Да, красавчик. И для меня это было очень важно сделать так, как я это сделал. Олег, мама твоя тебе не приготовит ни обед, ни ужин, даже больше не позовет. Ни драники, соответственно. Ни драники, да. А я позабыл твое лицо, тебя цепляю. Подожди, а голос? А голос какой? Ну это же комплекс. Мы воспринимаем, да, внешний вид, выбор репертуара, вокал. Ой, не соглашусь. Ну понятно, ну что делать? А можно передать микрофон Алене Ланской? Она заслуженная артистка Республики Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня вспотели ладошки, когда ты выступал. Я очень переживала за тебя. Но ты молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АЛСУ, передайте микрофон. АЛСУ, что же ты скажешь этому тестостерону из Беларуси? АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно, у вас потрясающий вокал, диапазон, эти ноты. Мне показалось, что, может быть, вы исполняете рок? Ну, может быть, даже чисто по внешнему виду, мне так показалось. Да, больше десяти лет работаю с президентским оркестром в рок-программу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, с вашим вокалом можно петь всё, что угодно. Но спасибо за выбор сегодняшней песни, потому что мы тут все погрузились в такое состояние ностальгии, с одной стороны. А с другой стороны, это было абсолютно ваше такое видение этой песни, оригинальное очень. Считаю, что все 92 балла заслужены. И я желаю вам огромных успехов. Благодарю. Это был катарсис, лично могу сказать, честно. То, что вы творили там на этих нотах, это было потрясающе. Сергей Лазарев встал от зависти просто. А если не встал, что бы ты сказал? Ещё хуже. А, понятно. Но в любом случае плохо. Из зависти. В любом случае. Сейчас буду говорить тоже из зависти, поэтому сразу приготовьтесь. Евгений, на самом деле я встал, мне кажется, на последней секунде. Дело в том, что мне показалось, что всё было так ровно в начале. Прям так топорно. Знаете, всё прям очень ровно. Я подумал, ну вот что меня должно в этом выступлении удивить? И встал я, знаете почему? Понятное дело, что очень высокий красивый голос. Всё. Тембр — это уже половина успеха, безусловно. Но мне понравилось то, что вы даже в этой песне смогли какую-то свободу почувствовать. Потому что действительно в 23-м году эта песня, ну она уже у всех под коркой. И вот я не понимал, что можно ещё такого сделать, что меня удивит или как-то разнообразить. Как можно эту песню? Вот вы смогли её разнообразить в конце. Именно поэтому я всё-таки решил, что поддержу вас, потому что вы этого заслуживаете. Спасибо. Это был блистательный Сергей Лазарев. Ну что ж, Евгений, с результатом 92 голоса вы занимаете третье место в тройке лидеров. А мы прощаемся с потрясающими нашими девчонками, с острыми Мантулинами. Далим вам на память этот талисман этих мишек. Спасибо, девчонки. Спасибо. Ой, растрогалась. Всё, она твоя ангел-хранитель. Давай. Нет, дело даже не в этом. Дело в том, что вот есть такие песни, советские особенно, тех времён. Вот это Олеся, да, вот, и потом Анастасия. Помнишь песня Антонова? Вот эти вот имена, которые увековечены в песнях. Ну, ностальгия у тебя. Ты знаешь, вот это вот я вспоминаю, я крутила до дыр эти пластинки, эти песни. Могу прям. Одним из главных плюсов нашего проекта является возможность услышать критику из советы целой сотни экспертов. Поэтому даже те участники, которые не проходят в тройку, получают богатый опыт. В эфире самое полезное вокальное шоу страны. Ну-ка, все вместе давайте продолжим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ История началась достаточно поздно и абсолютно случайно. В 25 лет я случайно спела в подарок на свадьбе песню. На меня обратили внимание, отправили меня учиться в Сочинское училище искусств. Затем я поступила в консерваторию в Ростовскую, отучилась там. И вот все время, все это время я занимаюсь музыкой. В моей жизни был музыкальный конкурс, который повлиял на меня не очень таким приятным образом. И в определенный момент выбыла, скажем, да, из конкурса. Это было и разочарование в себе, это было разочарование в конкурсах в принципе. Ну, депрессивное состояние, достаточно такое, продолжительное время. И для меня это была прям какая-то трагедия. И тогда это тоже был опыт необходимый для того, чтобы выйти на новый уровень. И сейчас я выхожу на эту сцену в новом качестве. Я хочу протестировать это состояние, которого я добилась сама, да, путем осознания, там, не знаю, работы с собой. И протестировать, и проявить себя, и почувствовать, что же я сейчас из себя представляю. Ну, раньше в том состоянии, в котором я находилась, я бы даже не взялась за ту песню, которую я буду петь сегодня. Вдруг она не получится. Вдруг, как всегда, все, вдруг, все, вдруг, а, я не смогу. Если ты хочешь побороть страхи свои, лень, в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, никто за тебя этого не сделает. Поэтому дерзайте, не бойтесь ничего, все меняется. Все в наших руках. О, вау! Это Линда? Или это елка? Елка, елка вышла на сцену. О, елка, да. Вау! Приветствую вас, дорогая сотня. Поздравляю вас с юбилейным выпуском. Меня зовут Юлия Литаш. Я приехала из города Сочи, из жаркого Сочи. Постараюсь здесь охладиться. Охладим. Холодный душ, не хотите ли? Из Сочи. Жара сейчас будет на сцене. Должна зажечь, а? Мне нравится, я готов встать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 пройти дальше, говорят какие-то замечания, комментарии, чтобы улучшить. Потому что не вставать нужно тогда, когда совсем не понравилось. А если понравилось, но есть что добавить и как улучшить, они об этом и говорят. Поэтому, наоборот, молодцы. Молодцы. Лучше так. Злые вы. Лучше так, чем сидеть. Уйду я от вас. Вот смотри. Лучше так. Лучше встать и говорить какие-то комментарии, чтобы улучшить. Чем сесть, не вставать и говорить ну мне понравилось. Вы молодцы. Классно. Вообще голос у вас потрясающий. Ну вот так. А по мне так это одно и то же. Нет, не одно и то же. Здесь ты обрубаешь крылья, а здесь, наоборот, поддерживаешь. А я пойду к человеку, у которого речевой поток заглушает Ниагарский водопад. Он становится с ним просто ручейком. Марсель, добрый вечер. В тебе есть тот самый пятый элемент, недостающий у многих наших конкурсантов. Это невероятная оригинальность. Если Никита Никитин не врет, а Никита Никитин редко врет, и если новое радио, на самом деле, пригласит тебя, и я услышу тебя на ФМ, как говорится, в волнах, а не только на сочинских волнах, то я буду действительно счастлив и рад, что в нашей стране появляются все больше и больше таких оригинальных артистов. Спасибо огромное. Спасибо, Марсель. Спасибо. Свет, мы с тобой прям как жених и невеста. Посмотри, да. Возьми меня и пошли отсюда. Согласна ли ты наговорить массу хороших слов нашей участнице Юлии? Я согласен. Конечно. Я тоже согласна. Я прежде всего хочу сказать большое... Скрепим наши согласия, поцелуем. Юля, спасибо, что дала мне шанс. Мы по-театральному. Большое спасибо хочу от телезрителей сказать экспертам, прежде всего от моей мамы лично. Она говорит, я никогда бы не подумала, что этот хлеб очень сложный, очень кропотливая работа должна пройти до этого момента, когда артист приходит на сцену. Большое вам спасибо, эксперты, за то, что вы зрителям рассказываете, что это действительно невероятно сложнейший жанр. Я, кстати, дружу в Сочи... С губернатором? С ним тоже, с Рахмановой. И мы там бегаем иногда вместе, поэтому приглашаю вас на утреннюю пробежку. Прокачаем ЗОЖ. Спасибо. Саша Санта, Саша Санта. Не хочется вставать из жалости, потому что это все-таки конкурс, есть сильные ребята, это соревнования. Но когда вы вышли и начали говорить, мне очень понравился ваш тембр, я думал, что будет круто. И на самом деле вы классно поете, вас подвело волнение, мне кажется. Согласна. Алсу. Юля, действительно уникальный тембр голоса. Мне кажется, порой это даже важнее, чем несколько октав диапазона. Это узнаваемость ваша, это вот кто действительно услышал голос, и все, ты знаешь точно, кто это поет. Просто вы не справились со своим волнением. Это все почувствовали, и я встала, потому что я поняла, что дело здесь только в этом. Зачастую блистательные вокалисты намного хуже всегда поют на конкурсах, чем по-настоящему, когда работают на сцене. Потому что они не могут совладать со своим профессионализмом. А вдруг я не превзойду саму себя или самого себя, начинает вот это травмировать, и начинается вот этот мандраж. Коля почти все сказал, сорвался языка у меня. Юлия, для меня вы сегодня, пока из всех, да простят меня другие конкурсанты, самый яркий персонаж, образ на сцене. Самый сценичный. У вас такой тембр, о котором многие мечтают. Потому что он особенный. Таких мало. И вам нужно просто правильно научиться пользоваться им. Я просто тоже перфекционист дико всегда переживаю перед выступлениями, перед конкурсами, неважно. Дикое волнение. Просто нужно себя отпускать. И тут даже дело не в опыте, а вот здесь, в голове, нужно отпустить. Вас сцена любит, камера вас любит. Полюбите сами себя и отпустите себя. Я очень бы хотел вас поддержать и нажать эту кнопку, но для меня все равно, вот, прозвучали бы сегодня конкретно с вокальной точки зрения очень неубедительно. И на фоне других участников вы слабее. Но потенциала у вас гораздо больше, я вижу, чем у некоторых, которые прошли. Просто одно слово. Наглее. Вот и все. Да, берите пример с Лазарева. Да, я вообще душка, но на сцену себя надо наглее. Ну что ж, Юлия Литыш с результатом 72 голоса, к сожалению, не проходит в тройку лидеров и покидает юбилейный сезон. Но под наши дурные аплодисменты! Слушайте, ну вообще, такая мужская троица, интересно, разбавит ли пьедестал женским голосом или нет? Юля могла разбавить, прям жалко. Что что-то не случилось. Вокально она недостаточно, недостаточно сильна и недостаточно интересна. Знаешь, я что думаю, ее были ожидания, что она сейчас начнет петь, своим тембриком всех поднимет, и она разгорится. И как только она поняла, что никто не встает, она потерялась. Она как будто бы бац и потушилась. Как будто сама себя потушила. Но я уверена, что она на сцене, на работе своей, просто круче нехудеет. Вообще, я хочу сказать, что, по сути, наше шоу – это гладиаторские бои. Да. Потому что отчасти, когда выходят вот такие профессиональные артисты, как Юля и многие другие, если они не проходят, они не могут внутри пережить. И я вижу, как они уходят с тем, что они не преодолели. С поражением уходят. Хотя, на самом деле, какое поражение? Миллионы людей могут посмотреть, и ты можешь здесь достойно представить свой талант. Хочешь ли ты, чтобы эта тройка поменялась? Или тебе хочется, чтобы они остались? Нет, не хочу. Честно, не хочу. Правда. Вот у меня тоже такое ощущение. Не хочу. С парнями расставаться не хочется совсем. Семеро вокалистов уже выступили и показали отличные результаты. Последнему участнику нужно не просто достичь их уровня, но и превзойти его. Давайте узнаем у лидеров, волнуются ли они. Евгений, ты вообще ожидал, что займешь место в тройке лидеров? Да. Вот. Вот что значит. Человек был уверен, что он займет место в тройке лидеров. Волнение есть, потому что в семь человек уже спело, остался крайний участник. И он сейчас решит, скажем так... Твою судьбу. Твою судьбу, да. Но посмотрим. Побеждает сильнейший. Да, но ты уже победитель в любом случае. Белорусы сильные ребята. А если что, белорус готов к дуэли? Конечно. Так. Дмитрий Мататов. Если произойдет так, что участник наберет 100, то вы попадете в баттл. Вы готовы к баттлу? Ну вот вы сказали прежде, что это как бои гладиаторов, скажем там. Ну, если можно так выразиться, пусть победит сильнейший. Я, допустим, как вокалист дошел до какого-то уровня. Если я вижу, что человек действительно дошел до уровня того, что я бы хотел дойти, то я бы сказал, да, конечно, почему нет. То есть ты сделал сам себя на самом деле сегодня. Это доказательство. 99 голосов. Ну, к этому шел много лет. И спасибо, что оценили, увидели. Браво. Спасибо. Фарух, с кем бы тебе комфортнее было быть в дуэли? С Евгением или с Дмитрием? До того, как я выходил на сцену, я, естественно, немного нервничал, потому что я представляю свою страну, маленькую страну. С большими возможностями. С большими возможностями. И некий вот... Мандраж. Мандраж, но большая ответственность была. И я сейчас уже чувствую себя намного лучше, потому что я видел, как вы оценили мое выступление. Это для меня очень важно. Это для меня очень многое значит. Я с ними так подружился, что я даже готов, без проблем, что будет, будет. Победить сильнейший пусть. Вот так вот. Что будет, то и будет. Браво, спасибо. Лидеры настроены серьезно и не желают уступать свои места. Нюанс в том, что от них это никак уже не зависит. Теперь все в руках последнего претендента. Встречаем участника номер восемь! Хочу, чтобы вышел сто и Фарух пел с Давидом. Это было бы вообще круто. Да. Вот так почему-то хочется. Ну так всегда хочется так, чтобы прям пик увидеть, правильно? Здравствуйте. Меня зовут Ваган Миносян. У меня 23 и я из Москвы. Я родом из Армении. Я прожил в Армении 13 лет. И, собственно, поэтому я занимался армянской народной музыкой. На этом я вырос все 13 лет. А после того, как мы с семьей переехали в Москву, я уже начал интересоваться российской поп-музыкой, западной музыкой и плавно перешел уже на другие жанры. У меня в репертуаре не только национальные песни армянские, но и эстрадно-джазовые песни как российского рынка, так и западного. На самом деле у меня нет музыкального образования, и я никогда в жизни не занимался вокалом. Вот. И несмотря на это, все же у меня есть какие-то достижения в этой сфере. И я как бы с опытом, с возрастом пытаюсь сделать себя еще лучше. Вот. В этом плане меня очень поддерживает моя семья. Знаете, три года назад в моей жизни появился человек. Ее зовут Ани, ей всего три года. Это моя племянница. У нас некая космическая любовь с ней. И невероятная связь. Когда ей было уже несколько дней после рождения, я пел ей колыбельные, армянские народные колыбельные, очень старые. И она на этом и выросла. Каждый раз, когда смотрю на нее, как она восхищается моими выступлениями, от этого получаю еще больше мотивации, чтобы идти вперед, не сдаваться, и быть для нее тем самым примером, чтобы она была наследницей моей профессии. Алексей Чумаков. Нет. Ой, я люблю пухленьких, впрочем. Вау! Какая улыбка. Здравствуйте, дорогая сотня. Я очень рад стоять на этой сцене. Я очень рад петь для вас сегодня. Знаете, каждая моя песня, каждое мое выступление – это подарок моим близким людям. Сегодня я хочу сделать подарок своей маленькой племяннице. Ей три года. Моя принцесса для тебя. Племянницам еще никто не пел у нас. Таджикистан, Израиль. Молодость моя, Армения. Петь для ребенка – это очень ответственно. Если бы, если бы, если бы нам на двоих разделиться, если бы, если бы мне с ней быть, не нарушая границы, если бы где-то была еще одна луна, было второе солнце, а пока только так, а пока встретимся во снах. Та, где я один, Та, где ты одна. Встретимся с тобой. Та, где чиста любовь, где она не опричена. Пока, пока, не трогай. Правила, правила, правила. Запрет мечта. Чуть придерживай себя, придерживайся. Зачем приднул? С чем меня время оставила, с чем я иду в неиспешность. Правильно, правильно, что еще сказал. Наконец-то включился. Что мне еще хотелось? Ветя истина, И пора ее знать. Встретимся во снах, В смыв заблака. О-о-о-о-о-о! Встретимся во снах, Там, где я один, там, где ты одна. Встретимся с тобой, где чиста любовь, где я одна не обречена. Вау! Красавчик! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте посмотрим, сколько голосов набирает Ваган Миносян. АПЛОДИСМЕНТЫ Один голос, но он решает все. Я стою около большого музыкального продюсера. Марко Джакобо. Марко. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, здравствуйте, здравствуйте. Привет всем, привет, Стенка, привет, Сотня. Здравствуй. Здравствуйте. Это было потрясающе просто. Спасибо, спасибо. Я не знаю, я все, что хочу сказать, ты сегодня для меня точно топ-1. Особенно, когда ты в конце сделал эти выходы, да, и звук весь, который ты издаешь, он какой-то совершенно другой. Ну, очень круто, очень профессионально, очень четко, понятно. И я всю эмоцию испытал, и ты донес весь смысл, и это было, ну, потрясающе. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Эльдар Хакимов. Наш потрясающий диджей, как всегда, элегантен. Я надеялся, что к финальному выступлению цветочек расцветет, распустится. Здесь такая жара на этой стене от эмоций, что мои цветы вянут, поэтому постоянно я сажу новое. А сердце по отношению к участникам. А сердце тает. Я часто очень думаю, как так получается, что мы дышим одним воздухом, а из легких выходит совершенно разный звук. Вот я искренне завидую людям, которые умеют так петь. Для меня в вашем выступлении все сложилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Мурашки были. Спасибо. Вы супер. Голос супер. Я желаю вам большой удачи. Спасибо. А можно передать микрофон на шестой ряд Алене Гумниковой, доценту кафедры эстрадно-джазового пения. Вот, выговорил. Здравствуйте, дорогая сотня. Это потрясающее выступление. Вы такой музыкальный. Просто проникновенность вашего каждого слова попала нам в сердце сразу же. Какой у вас диапазон, какой у вас тембр. И как вы вообще раскрыли эту песню с точки зрения драматургии? Я не знаю, у меня было все до мурашек, до слез. Я считаю, что это одно из лучших сегодняшних выступлений. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам, конечно же, желаю победы. Спасибо. Спасибо. Скрипка нашей стены. Я иду к Николаю Цихлашвили. АПЛОДИСМЕНТЫ Как говорится, Распутин и Будулай в одном лице. Спасибо, дорогой Николай. Приветствую, дорогие коллеги, дорогая сотня. И для меня огромная радость, что сегодня моя струна вибрирует на этой стене. А вот покажите, мне кажется, он сегодня пел как скрипка. Да, абсолютно. Вот сыграйте, я подержу микрофон. Я нашу общую мелодию исполню. Давайте. Нашу какую, давайте. Кармелита? Конечно. Это песня, которую я спел для сериала Кармелита. А я играл как раз. А ты играл? А я играл за кадром. Да здравствуй, родной брат! Господи! Это ты! Столько лет прошло! Конечно. Наконец-то мы слились воды. Да. Ну, как тебе наш потрясающий... Великолепно. Это было очень искренне. Вы настолько здорово... Ну, всех потрясли своим голосом, своим исполнением. Я не видел, как падает стойка. Я не видел, как какие-то происходят движения на сцене. Я слушал всей душой и всем сердцем. И моя струна вибрировала вместе с вами. Кстати, хочу сказать. Все пять рядов стоят в золотом квадрате. А вот первый ряд. Эти семь человек сидят. Давайте. Давайте. Вот Юра Романов, Ольга Косибород. Дайте микрофон. Ольга, да вообще от вас не ожидали, конечно. Вы не там сидите, Ольга. Я не знаю, что сказать. Мне очень жалко Женю. Нечего таких набирать певцов. Что мы мучаемся, страдаем. Вон, Сережа, каждый раз до сердечного приступа. Нельзя таких хороших набирать. Это очень сложно. Все. Я не знаю, что еще говорить. Ну, теперь готовьтесь. Сергей Лазарев. Вот смотрите, какая история происходит. Один балл разрыв. Вот по одному баллу между вторым и третьим местом. Между третьим и четвертым местом. Это то, о чем я всегда говорю, друзья. Что каждый голос важен. Поэтому, когда в комментариях, ой, я забыл, ой, я проспал, ой, мне показалось. Вы просто понимаете, что вы решаете судьбу. Всех на кол. Вы решаете судьбу вокальную конкретно участников в этом шоу. Поэтому я просто умоляю, каждый раз говорю, внимательней относитесь к вашим голосам. Я скажу честно, что вы меня убедили как раз только на второй части. Потому что первую часть для меня было очень ровно, спокойно. Не хватало ни души, ни нерва. И я все время говорю, набирай, ну давай, ну покажи. Я сказал Этерио, он придерживает, он придерживает. Но хорошо, что дальше было развитие. Дальше вы поддали, вы показали все, на что вы способны. Было достаточно какой-то экспрессии с этой стойкой, она мне не помешала. Законченное хорошее выступление. Я вас поздравляю и поздравляю, что вы вырвали победу у Евгения. Спасибо. Кстати, интересный факт, я был год назад на проекте. Вот, и он был моим наставником по вокалу. Научил на свою голову! Спасибо огромное, Жень. Вот это драма! Для учителя это, мне кажется, большая награда, когда ученик так научился, что превзошел на повороте и обошел. Ваган Миносян с результатом 93 голоса врывается в тройку лидеров! А мы, к сожалению, прощаемся с Евгением Курчичем. Но это, оказывается, был его наставник, который дал все возможное, чтобы его ученик превзошел своего учителя. АПЛОДИСМЕНТЫ Жень! Мы тебе дарим этого мишку на память! Спасибо тебе огромное! Спасибо! Что нас порадовал, восхитил! И самое главное, я уверен, что мы еще много раз где споем и где увидимся! Спасибо! Браво! Евгений Курчич, наши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы был батл, Евгений бы этот с Беларуси победил точно в батле. Точно, блин. Нет. Да, уверен. Он по-любому он победил, потому что его ученик сидит в тройке. Мы познакомились со всеми сегодняшними участниками и выбрали трех лучших. А теперь самое интересное – определение полуфиналистов юбилейного сезона. Ну-ка все вместе! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уже победили все, кто оказался на этой сцене. Ну конечно, какой город тщательный. Сколько людей вот хотят попасть на эту программу за пять лет. Сколько спрашивала, ой, а как попасть? Заполняйте анкету. И некоторые по два, по три года. Вот понимаешь, приходили и говорили, я с самого начала мечтал попасть. Вот по четыре года люди пытаются. Но все, кто идет к своей мечте, они оказываются здесь. Главное – не сдаваться. Главное – не сдаваться. Юбилейный сезон «Ну-ка все вместе» продолжает удивлять. «Россия-1» празднует громко, с размахом и надеется, что вы присоединитесь. Приглашаем всех на грандиозный концерт в Москве. Приходите 21 ноября в «Крокус Сити Холл». Мы с Сергеем Лазаревым тоже там будем и споем вместе со всеми. По правилам из каждого отборочного тура в полуфинал проходит только два участника. Победитель выпуска проходит дальше автоматически. Сегодня мы поздравляем Дмитрия Мататова! Вы первый полуфиналист сегодняшнего отбора. А вот Фаруха и Вагна ждет вокальная дуэль, победитель которой получит вторую путевку в полуфинал. Ну что ж, ваши результаты обнуляются. В дуэли вы будете заново набирать экспертные голоса. Первым на эту сцену выходит обладатель третьего места – Ваган Миносян. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, Ваган, знаешь, я дам совет. В жизни, когда от себя что-то отпускаешь, и думаешь, да будь как будет, я буду просто сам собой, всегда случается все наоборот. А когда думаешь, господи, как бы мне попасть в тройку, как бы мне попасть в финал, как бы мне попасть в полуфинал, всегда мимо. Поэтому ни о чем не думай, просто пой. Пой! Молодец, Коля! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вечная любовь Чем больше дней, глубже рано в ней Все слова любви в измученных сердцах Слились в одно предание без конца Как поцелуй, и все тянется давно Я уйти не мог, прощаясь навсегда Но видит Бог, надеюсь, что когда Увижу вновь эту мою любовь И дам я клятву вновь Вечная любовь Вся буй пьет от дна И пути тень сквозь сад ведет она Минуя мрак и туман Туман Обман Как-то он, он, он Не ведет до конца Как будто громкость Вот туда-туда сюда громкость, да? Любви безумный крик сердец Слова твои и слезы, наконец Приют для всех Уже в рожитых утех Зонька расцветет И в сумраке ночном Умрет, уйдет Но оживет потом И все вернет Блаженный летний сной Извечный летний сной Вечная любовь Живут, чтобы любить До слепоты И до последних дней Одна лишь ты Жить, любя Одну тебя Но голос у нее красивый Навсегда АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Рвано, неровно Ну что ж Неровно согласна Вагон 72 голоса Это очень неплохой результат Приглашаю тебя на свое место АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрим, чем тебе ответит Фарук Хасанов Которому достаточно набрать Хотя бы на один голос Больше, чтобы пройти в полуфинал Вместо тебя Фарук Удачи В середину идите Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДАЙСИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА All I know, all I know Loving you is a losing game, I... Oh, all I know, all I know Loving you is a losing game, I... What I know, all I know, all I know, loving you is a losing game, I... What's the most interesting thing? По-настоящему, Faruk, 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 по-настоящему, как только ты увидел, что 73 голоса и победа у тебя в руках, ты запел еще круче, чем пел до этого. Ну что ж, дорогие друзья, как вы видите на ваших глазах происходит еще одно удивительное событие. Мы выбрали двух победителей сегодняшнего нашего отборочного тура. Двух блестящих полуфиналистов. К сожалению, мы прощаемся. Вагн Миносян, мы дарим тебе этого мишку, пускай он тебе принесет тебе удачу, но ты славно боролся, ты был молодцом. Спасибо, но конкурс есть конкурс. Побеждает сегодня только сильнейший. Ну что ж, я приглашаю на эту сцену Дмитрия Мататова и прошу спуститься Сергея Лазарева. Еще один отборочный этап остался позади. И блестящий этап. Сережа, скажи, трудно было выбирать сегодня победителей? Трудно, очень трудно, каждый эфир трудно. Но сегодня очередное доказательство того, что каждый голос эксперта важен и имеет значение. Я благодарю вас за работу, друзья, прекрасные полуфиналисты. Гордость за вас, спасибо. Мы еще раз поздравляем и благодарим нашу гостю, бесподобную Алсу, за то, что ты пришла и помогла нам сделать эту программу. Ну что ж, на сегодня это все. Впереди целая неделя, чтобы соскучиться по нашей сотне и талантливым участникам. А потом мы с нетерпением будем ждать вас, чтобы вместе спеть на самом народном вокальном проекте. Ну-ка, все вместе! Я люблю вас на встрече через неделю! Я люблю вас на встрече через неделю! Лучше по-хорошему, доброй и молодой, жена! Поздравляю! Через неделю суперсезон, пятый юбилей, ну-ка все вместе, вы должны добиться!